Всем привет! Сегодня будет домашний влог. У меня выходной, ну как, относительный, потому что я не работаю, но решила посвятить этот день именно порядку в доме. Что-то я уже частично сделала, убралась в некоторых комнатах, но то, что мне предстоит сделать сегодня, вот это уже дедлайн, дальше тянуть нельзя. Мне нужно перебрать все детские вещи. Я вообще планировала умыться, и у меня сегодня было такое утро, что мне даже кофе не понадобилось, чтобы взбодриться. Я отвезла детей в детский сад, и возвращаюсь домой, а там такая дорога довольно зилистая, и еще и гора, ну такая не детская. В прошлом году я сама чуть не попала в аварию, там я вам рассказывала. В общем, еду и вижу, что с дороги свалилась машина, она лежит вверх ногами. Причем это только произошло, я не видела, как именно она упала, и... что-то вертолеты летают. И значит, я остановилась, и все машины, и кричит какая-то женщина, ее оттуда вытянули. Я позвонила, вызвала все службы, скорую, пожарную и полицию. И потом, когда вытянули женщину, оказалось, что с ней ничего не случилось, но знаете, из-за чего она попала в аварию? Она захотела что-то там исправить в GPS. То есть она просто на две секунды глянула в свой телефон, представляете? И, честно говоря, я сама иногда пользуюсь телефоном, когда я за рулем. Вы знаете, каждый раз кажется, что, блин, тебя это не коснется, что я ведь осторожна, я ведь внимательна. А шел такой дождь, девчонки, и мне кажется, что это был знак, еще раз, да, что не забывай, насколько важно именно не пользоваться телефоном, во время езды это раз, а во-вторых, она сказала, что ее спасли, ну, то есть с ней вообще ничего не случилось, она никак там не была повреждена, и она сказала, что когда она падала с этой машины, она просто сидела где-то час в машине у меня, мы разговаривали, что когда она резко начала тормозить, ее прям сильно прижали, прижал вот этот пояс безопасности, ремень безопасности, что вот если бы не это, она бы вылетела через лобовое стекло. Я буду дальше умываться, и хотела бы нанести сейчас смешную маску, покажусь вам. Так что для меня за сегодняшний день уже такой урок, что, во-первых, обязательно, обязательно нужно пристегиваться, и никогда не пользоваться телефоном во время езды, ничего не читать, ничего не просматривать. Все этим грешат, и каждый думает, что меня это обойдет стороной, но нет. Господи, это одна из самых страшных масок, которые я пробовала за последнее время. Это марка Эльмис, мне ее как-то присылали Look Fantastic в какой-то рассылке довольно давно, и мало того, что она вот такая черная, у нее еще и очень прикольная текстура, она как бархатная. Я почему-то прочитала, типа, с пептидами такая фиолетовая упаковка, и я никак не ожидала, что она будет вот такой черной, как смола. Так, куда теперь ее? Давайте еще намажем. И она идет с минералами, с пептидами, как я сказала, должна придавать коже свечение, сияние, убирать тусклый цвет лица, и ее нужно нанести на 15 минут. Какая-то кислота здесь, не знаю, что это такое, ну, посмотрим. Выглядит она, конечно, впечатляюще, и пока меня никто не видит, да, десятки тысяч зрителей, это не в счет, но дома-то я одна, а вы здесь свои. Красота, что тут сказать? Можно сразу идти на Хэллоуин. У нас с вами сейчас сезон слив, так что давайте печь очень быстрый и простой пирог. Нам понадобится около 400 грамм слив без косточек, если она у вас крупнее, то нарезайте мельче. Моя вот такая маленькая относительно, поэтому у меня будут половинки. Сахар, мука, масло, все должно быть комнатной температуры, яйца в том числе. Корица, разрыхлитель, ванильный сахар, цедра лимона, еще выдавим лимонный сок. Все, приступаем к тесту. При помощи миксера смешиваем масло и сахар. И получившаяся масса должна быть такой, как бы пушистой. Теперь вбиваем яйца друг за дружкой. Сначала одно, еще раз все миксуем, потом второе и третье. Конечно, если они у вас такие малыши, как у меня. Если нет, то два. Сюда же лимонный сок и цедру лимона. Дальше все смешиваем миксером. И не переживайте, если тесто будет выглядеть так, как будто оно сворачивается. После выпечки с ним все будет хорошо. Ванилька. Разрыхлитель. Вот так. И на три яйца я беру 200 грамм муки. Если у вас два, то берете граммулечку меньше, где-то 190. Эта лопатка гениальная. И пока что они не окрашиваются. И теперь потихоньку засыпаем муку и перемешиваем ложкой или лопаткой, что там у вас есть. Куда-то подевалась моя круглая форма. Наверное, кто-то из друзей ее не вернул. Поэтому я взяла керамическую, смазала ее маслом, посыпала манной кашей и... Манкой, ну вы поняли. И еще вот, думаю, вырезала такой круг. Может положить его на дно. В крайнем случае я как бы подрежу немножко край и аккуратно достану. Но нужно что-то придумать, потому что я до завтра это все не буду откладывать. Теперь, да, я все-таки положу эту штуку и буду выкладывать тесто. То есть делаем или так, или оставляем масло с мукой. Разогреваем духовку до 180 градусов. Теперь выкладываем тесто, сливы. И, по-моему, это все. Так, был сахар. Наша после ванны уже в пижаме. Заходила помочь маме. Да. И где? Вот здесь. И наш выкладываем вот так, смотри. Не вот так, а вот так. Девочки, выкладываем вверх вот этой вот серединкой. Подожди, мама принесет новую батарейку сейчас. И оп, туда его. И вот так, по кругу. Давай, ты с той стороны, а я с этой. Хорошо? Да. Давай. Только вот тут, рядышком, друг за дружкой. Так, супер-пупер. Так, прям где вы торт? Да, как торт. Вот так. Так, и чуть-чуть туда вжди. Придавливай. Так. Угу. Класс. Давай. Класс. Класс. Такую красотень мы сделали с Игнашей. Теперь берем корицу. А это моя. Немножко сахара. Все это смешаем и равномерно посыпаем. Теперь нужно почистить зубы и ложиться спать. Сейчас, подожди, намешаем с тобой. Где-то полторы ложки сахара можно взять. И корицы там по вкусу. Посыпаем, отправляем в духовку. И смотрим, когда уже будет готов наш пирог. Я же говорю, минут 50. Но проверяйте лучше палочкой. Сырое тесто внутри или уже готовое? Да. Вот он, красавчик, готов на завтрак. И вы себе не представляете, какой аромат сейчас стоит во всем доме. Несмотря на то, что довольно поздно, я таки отрежу и попробую. Это вообще что-то запредельно вкусное. Сегодня у нас суббота. Мы сейчас едем на семейный обед. Но не все так красочно. Захар так себя вел, девчонки, что если у меня будет дергаться правый или левый глаз, не обращайте внимания. Сейчас Томак забрал его и Игнашика в химчистку. Они поехали, чтобы я смогла спокойно собраться. Так как после обеда я отправляюсь на мероприятие наших друзей. Это Стас, Настя и Виталик. Может, еще кто-то им помогает в организации этого мероприятия. Это, скажем так, собрание всех иностранцев, кто переехал в Краков. Мне кажется, что большинство это все-таки украинцы. И они обсуждают разные моменты. Кто как оформил фирму, кто как оформил вид на проживание. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их позадавать. Короче говоря, люди делятся своим опытом. И я приеду чуть раньше, потому что это друзья. И я хочу посмотреть, что у них и как. Если им нужна будет какая-то помощь. Если нет, то просто посижу и поболтаю с ними. В общем, поехали, посмотрим. И, слава богу, такая тишина. А, девчонки, тишина иногда. Это так бесценно. Можете меня поздравить. У меня есть первый штраф за неправильную парковку в жизни. Вот так он выглядит. Его распечатывают на месте. Кладут в целлофановый пакет, чтобы он не намок, чтобы ничего там не выгорело. Ну, хотя выгореть, наверное, может. И оставляют. Ты приходишь, и тут такой сюрприз. Я даже не знала, что там нужно оплатить парковку. Потому что это было так далеко от центра. И даже паркомата нигде не было. Так что теперь мне нужно будет оплатить где-то 13 долларов. Ну, может, 12. Вот так выглядит на ногтях гель-лак, который я купила в Украине. От марки Nub. Я не помню, что за номерок. По-моему, 135-й. И причем, знаете, в жизни он смотрится раз как очень темный фиолетовый. Иногда как вишневый. А иногда как практически черный. Такой темный-темный шоколад. Отличный, густой. И наносится хорошо два слоя, как видите. Обалдеть! Куда подевались все столы, которые здесь стояли? То есть здесь вообще-то офисное помещение. Можно снять рабочий стол. Я так понимаю, что компьютеры стационарные также есть. То есть в основном здесь работают удаленные или фрилансеры. И вот ребята все реорганизовали. Всем обустроили сидячие места. Есть экран, есть микрофоны. Также будут фотографы. Насколько я поняла, будет снимать также Давид. И девчонки тут на кухне готовят какие-то закуски и напитки. Какой прикол! У них все прямо до мелочей. Продумано? Класс! Я тоже пригодилась. Настя попросила меня помочь ей на крикстол. Что я с удовольствием и сделала. Такая получилась импровизация. Они столько всего накупили. Здесь только часть. Вторую еще организовываем. Но по-моему получилось здорово. Задействованы все миски, все досочки. Мне зря везла. Друзья, опять сверху жизни. Мы сделали два факапдея в теме бизнеса. И мы поняли в тот момент тоже с Виталиком, что на самом деле жизнь это больше, чем деньги. Жизнь это больше, чем работа и больше, чем какая-то карьера. Жизнь это вот это. Это развлечения, это деньги, это отношения, это здоровье, это самореализация. И это наши пять сфер жизни. Именно для этого сегодня вас ждет пять спикеров из разных, вы не поверите, сфер жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу сейчас сказать несколько слов благодарности. И дальше мы пригласим вас на автопати. И еще здесь парни творкинса и делаем классные фотки. Слова благодарности. Во-первых, я хочу сказать спасибо Насте. Настя тот человек, который руководил всем процессом на векенде. Она сделала тот классный стол. Она считала эти все стулья. И она тот человек, который говорил мне, Стас, пожалуйста, не продавай билеты больше. Я не могу. Пока Стас считает 30 злотых, она говорит, не продавай билеты. Виталик и Настя, вот это три человека, которые сделали этот результат и весь прошлый месяц жили в этом зале и жили эти все идеи. Слова благодарности, конечно же, без единственной, даже если бы это было у нас, Факоптей бы не состоялся, знаете, без кого? Если бы не было у вас. Мы сейчас находимся на Краковских Бонях. Я покажу вам, насколько большая эта территория. Это такая большая зеленая лужайка. Сейчас там цирк, по-моему. Вокруг люди ездят на велосипедах, на роликах, бегают, просто отдыхают на самокатах. И мы сейчас идем пешком. А я несу самокат Игната, потому что он упал. И Томов несет Игната, а я несу самокат. Смотрите, как по-осеннему красиво, правда? Такой мягкий свет. Смотрите, кого он увидел. Идите на динозавров? Да, 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 да. Столько радости. Ну и что, скажете? Шевелятся, класс. Захар, это ау-гиптиус. А, ау-гиптиус. А этот, а ну беги, прочитай. Они большие, наверное, это реальный размер. С другими звуками. Захар, это ирритатор. Слушайте, они еще и резиновые, выглядят как настоящие. Вот издалека вообще кажется, что живые. Умер динозавр. Умер динозавр, скелет. Как вы понимаете, ребята просто в восторге. Моргает. Крутит. Смотри, Захар, он даже моргает. Видишь? Захар оседлал динозавра. Классно? Очень. Динозавр. Для меня. Вот тут еще побольше, товарищ. Игнат. Как впечатление? От меня. Держись! Еще и хвостом машет. Машет ручкой. Машет ручкой, скорее лапкой. Сегодня очень-очень долгий и сложный день. Куча всего передела. И сейчас вот с Томиком договорились встретиться в Икее. Малыши остались в игровой комнате. Они очень любят туда ходить. Я их просила, говорю, пойдем со мной. Будет весело. Они сказали, нет, мама. Окей, скучно. И вот сейчас пройдусь. Я готовлю для вас кое-что очень классное. Но этот ролик выйдет чуть позже. Я его снимаю прям несколько дней. Дня 4, наверное. Плюс хочу сделать озвучку, подобрать музыку. Короче, целая неделя на это уйдет. Почти-чуть собираю в один ролик. Но бывают такие видео прям затратные по временем. Так что я сейчас быстренько пробегусь. Потому что у нас дети могут оставаться в игровой комнате только час. И правильно. Зато все смогут там побывать. Мои идеальные вешалки продаются в Икеа. Я люблю, когда все одинаковые. Вот такие тоненькие. Я могу все развесить и потом видеть, какие у меня вещи в шкафу. При этом они выдерживают даже что-то потяжелее. Какие-то органайзеры у меня есть. Не буду ничего брать. Зато для Игната я нашла вот такой халатик. Он, кстати, не маленький, но только в одном размере. Такое у меня уже есть. Новые вазочки появились. В двух цветах. Это вот когда отдаешь детей в игровую комнату, тебе дают такие ленточки. На них указано время и без них не выдадут детей. Вот эти интересные. Какая красивая, большая. Вау. Синяя. Так, что тут на осень? Ой, какая красота. Мне кажется, что кто-то тут конкретно вдохновлялся Португалией. Я не могу сказать, что я прямо фанат искусственных цветов, но в Икеа есть такие, которые так похожи на настоящие. Вот эти калы, они резиновые. Даже когда трогаешь, кажется, что они живые. И вот эти листья классные. Если выживаете в каком-то помещении, где вообще не выживают цветы, или темно, например, то почему бы и нет? Ничего прям такого криминального в этом я не вижу. Вот эти штучки очень прикольные. Можно купить одни колпаки. И вы знаете, я уже присмотрела, я даже скажу больше, я заказала такой кусочек дерева, просто как срезанный. Где-то вот такой толщины. И, допустим, можно поставить свечу и ее накрыть. Или что-то из декора. Очень стильно смотрится. Вот дождусь свою, возможно, куплю. А, вот видите, это новинки. Их только начали продавать. Вот, например, видите, искусственный цветочек. Давно тоже это уже модно, но мне до сих пор нравится. Всякие камушки. Не цветные, а более натуральные. Такие нежные, элегантные. Продаются в красивых упаковках. Даже на подарок я бы спокойно купила. Никогда не видела раньше, но в Икее также продаются декоративные тыковки. Симпатяги. Очень хочу спать после вчерашней гулянки до 4 часов утра. Тем не менее, я перегладила все. Перемыла обувь, подготовила аксессуары. Здесь вторая часть. Завтра утром у меня съемка примерки одежды с Давидом. Я ни в коем случае не жалуюсь. Наоборот, как бы это заставляет меня двигаться дальше. И я очень сильно стараюсь. Я хочу, чтобы вы приходили на мой канал, и вы все видели в мельчайших деталях, при движении. А вот так готовится Тома к работе. Видите, и компьютер, зарядка, очки солнечные для зрения, сумка. Завтра начинаем новую неделю. Да, я не знаю, это конец влога или нет, но для меня это конец дня. Так что пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok